Новое видео выходит каждый день в 20.00 Триумф Роли Плей закрыт Не сказать, что я там удивлен Или то, что для меня это был какой-то шок Какая-то вот мега хайповая Мега вот набирающая популярность новость Нет, я изначально знал, что Триумф Роли Плей Он рано или поздно закроется То есть это инфа сотка Изначально, чтобы вы понимали Я не против новых проектов Я не против стартапов, если они так или иначе пишутся с нуля То есть я против Эволю Плей Когда чуваки пообещали, когда чуваки сделали Но обещания свои не выполнили Просто собирают вот сейчас донаты То, что они там когда-то вот давно обещали Вот на самооткрытии сервера Они на это уже абсолютно забили И занимаются тем, что вот просто отмывают деньги Нет Я изначально хочу вам сказать, что я абсолютно за Любой проект в Сампе Будь то там, я не знаю, ну БРП, Дрифт, ДМС И все прочее, если он будет платить Если он платежеспособный Если он может вкладывать в рекламу Если основатели не совсем распиздя И будут заниматься своим проектом в будущем Если они не наймут Николая Бурцова Поначалу, когда я узнал, что открывается какой-то новый проект Триумф Роли Плей Я подумал, ну я думаю, наверное, будет нормальный проект В принципе, можно будет там что-нибудь посмотреть Как-нибудь зайти и так далее Но потом я узнал, что у них Пиар-менеджер Николай Бурцев И тут мне сразу все стало понятно Но потом мне все стало еще более понятнее Когда пошли вот эти вот, знаете, все Ролики с Пашей Техником С Тимуркой Битс Там оверпрайснутые ролики у Малфои Абсолютно непонятно вообще, куда они вкладываются И так далее И все это в совокупности дало то, что мы сейчас имеем То есть сервер не закрыт на данный момент Там играет сейчас вот, чтобы не соврать, один человек Вот я сейчас обновил страницу Играет ноль человек Вот ровный ноль Там даже, то есть даже какие-то админы не играют И так далее И мне прям вообще непонятно Рекламная кампания изначально была построена Очень опрометчиво То есть просто ютуберы, которые были на Аврее Роли Плей Их украли и перенесли на Триумф Роли Плей Не более того И то есть изначально было понятно Что из этого ничего хорошего не выйдет При том, что мы с Ангелом Касад То есть я и Ангел Касад Я не помню, чтобы еще кто-то вот мог Раздавать бесплатные советы по раскручиванию сервера Мы сказали, блять Возьмешь Николая Бурцева на пост там Пиар-менеджера, там еще кого-то Добра не жди Все, то есть Николай Бурцев это Там, я не знаю, убиваторская машина Убиватор 2008 То есть КПД вот ровный 100% То есть не было бы такого сервера, на который бы пришел Николай Бурцев И вот он, там знаете ли, вот развился То есть до максимальных высот Да вот я не знаю То есть вот что, вот проект стал вот максимально большой И Николай Бурцев такой подумал Не, какой-то сервер слишком успешный Пойду-ка я сделаю там какие-то другие сервера вот еще успешными Такого абсолютно не было То есть как вообще был Николай Бурцев Сначала снимал там на каком-то Ой, не снимал Сначала вот он был пиар-менеджером на Хонест роли-плей Потом пошла, по-моему, Рокнет роли-плей Потом там, я не знаю, Аврора роли-плей И вот под конец Триумф роли-плей Причем Николай Бурцев, насколько я знаю, платили такую неплохую зарплату За абсолютно ничего Он не отвечал за выплаты Он не отвечал за какие-то там, я не знаю Действия ютуберов Ничего им не выдавал, ничего не делал Он просто вот как-то Как вот мы когда общались с Вакоэнкором На каком-то из стримов Вот мы так с ним по телефончику общались Я ему звонил, он, наверное, до сих пор не выкупил, кто это был Однако ладно Мы с ним, так сказать, общались И он рассказал, что Николай Бурцев на проекте Выполняет такую вот роль Такую вот, я не знаю, перспективу Такого человека, который договаривается просто с ютуберами И все То есть абсолютно непонятно, что он делал И когда мы Дэнни Тайсону в один голос, блядь С Ангелом Касада говорили, визжали Потому что для нас это был как бы не последний человек Мы на него также работали Ангелу Касаду он вообще бабки не выплатил То есть я работаю практически всегда по предоплате Кроме той ситуации с ныне уже закрытым сервером Рейнфорсом Вот, и мне поэтому все выплатили более чем Однако, то есть то, что имеем, то и имеем То есть мы ему в один голос говорили Дэнни Тайсон, блядь, Денис там, или как его То есть, блядь, Николай Бурцев убьет твой сервер Мы ему сказали Кикай сейчас, вот прям пока не поздно Пока есть там у Триумфа ролеплей Хоть какая-то репутация нормального проекта А то потом получится как с Авророй Как с какими-то другими проектами Я более чем уверен, что Триумф ролеплей Я уверен, что Аврора ролеплей Это в принципе неплохие проекты Просто они попали не в те руки И не в то время То есть попали бы они какому-то Хотя бы не еблану Просто вот человек должен быть просто не еблан И все, уметь, то есть договариваться с ютуберами Да что там, блядь, договариваться Пишешь ему там, хочешь у нас снимать Предлагаем вот столько-то Скажи сколько хочешь ты Если что, подредактируем, что-то такое сделаем И все Договариваться тут особо, блядь, не надо То есть, блядь, поторговаться Возможно, там, как-то, возможно, в цене немного Но и то это крайне вот в каких-то малых случаях бывает Обычно ютубер просто пишет сумму, которая там у него идет за отдельный ролик Устраивает тебя, она не устраивает И ты уж там дальше планируешь бюджет Это все, это все, что нужно знать То есть, нужно хотя бы быть вот Я опять же повторюсь, не ебланом И тогда все, в принципе, будет более чем нормально Однако, Николай Бурцев у нас был еблан И я не знаю, как можно угробить То есть, сервер за сервером Сервер за сервером То есть, Николай КПД машина Я бы сказал как-то так То есть, КПД вот реально 100% И я не знаю вообще Как так можно? Зная все это Дэнни Тайсон в своем ответном ролике Заявил нам, что Нас не волнует, как бы, прошлое Вот Николая Бурцева Самое главное, что он вот сейчас что-то делает Что он вот сейчас привлекает нам онлайн Привлекает нам игроков и так далее А все, что было до этого Нас, ну, как бы, не особо волнует И вот, что из этого получилось Дэнни Тайсон Я помню в каком-то ролике На протяжении, по-моему, то ли Четырех, то ли пяти минут Говорил А я же говорил А я же говорил А я же говорил А мы же говорили А мы же говорили А е же А мы же Ну, я думаю, вы понимаете меня И он Несмотря на все это Несмотря на то, что он Видел все эти ролики Продолжал сотрудничать с Николаем Бурцом И даже тогда Когда он ушел от них Как бы Дэнни Тайсон все равно не покрыл его хуями Сказал, что Ну, вы знаете Николай, он, наверное Неплохой человек В принципе, тоже такой Вполне-таки нормальный друг Скорее всего Но К сожалению К большому сожалению Как Пиар-менеджер он плох Поначалу он неплохо Выполнял свои задания Потом он вот так вот Скатился Вот так вот Воспользовался доверием И все получилось Именно вот так вот Цитата Опять же Недословная У нас сейчас тут за Знаете ли Превышение Размера цитирования Уже штрафуют На миллион рублей Поэтому я думаю Что Особо-таки цитировать Мы Не будем Если захотите Сами посмотрите Это бомбезное интервью Ангела Кассата Просто Очень Смешно видеть Как такой Блять Человек Вот Дэнни Тайсон Как он такой Обосрался Но он не может Принять то Что он обосрался То что вот мы ему говорили А он как упертый баран Не хотел никого слушать И все вот так вот получилось То есть Все таки получилось Да Дэнни Тайсон Я тебя поздравляю Я могу просто вот так вот Сейчас похлопать И сказать Да Красава Дэнни Тайсон Ты в самом деле Сделал охуительный сервер Для игры На котором В данный момент Играет ноль человек Но когда-то Когда-то Вот когда Николай Бурцев Еще Вот стоял На вот этой вот Менеджерке Я не знаю Вашего проекта Когда солнце Еще было В зените Когда трава Была зеленее А солнце ярче Вот тогда-то Тогда он и привлекал Большое количество Иверков Большое количество Ютуберов Но к сожалению Распустив Абсолютно Весь бюджет проекта Он от вас Съебался Я не знаю Кто дальше Возьмет его Под свое крыло Проще уж самому Наверное Как-то все это решить Единственное Что я могу сказать Для Возможно Менеджеров Для возможно Еще там Кто-то Вот Когда Там Я не знаю Как-то вот Будет со своим Проектом Как-то возиться Промокоды Это Не то На что нужно Обращать внимание Обращать внимание Нужно на просмотры На лайки На комментарии Вот на эти Три основных Показателя Просмотры Можно накрутить Лайки тоже Но вот комментарии Вы заметите Когда они будут Накручены А когда нет И вот только В этом случае Вы делаете вывод Что Да Просмотров много Лайков много Да вроде ничего Не накручено Но почему-то Люди к нам Не идут Видимо наверное Мы делаем Что-то неправильно Недостаточно Просто вот Дать какому-то Там я не знаю GTA сам Ютуберу Генек Блядь Бабла И все И сказать Привлекай к нам Народ И так далее Нет Ты блядь Понимаете То есть Рекламная Компания Она вот 50% Зависит от Ютубера И 50% От самого сервера Даже наверное 51% От сервера Потому что Блядь Если сервер Будет говно То ты хоть туда Блядь Я не знаю Пригласи Ричи Делоренди Всех туда Сгони Блядь Все все равно Пойдут на Аризону Там И на свои Прочие сервера Я не буду Тут называть их Потому что Недостойны Упоминания В моем видеоролике Ты должен Отладить Вот идеальный сервер Разумеется Идеальных серверов Не бывает Хотя бы Терпимый Чтобы там Играть можно было И вот только тогда Только тогда Ты берешь Вот каких-то Менеджеров Берешь ютуберов И начинаешь Уже Делать какую-то Работу Со всем этим А пока Ну как бы Такое себе В общем Ладно Всем спасибо За просмотр Данного видеоролика Как бы Дэнни Тайсон Еблан Я от своих слов Абсолютно Не отказываюсь Создавайте Новые сервера Чтобы в Сампе Была огромнейшая Конкуренция Для того Чтобы Там какие-нибудь Обычные сервера По типу Аризонеру Или Плей Адванса Даймонда Не расслаблялись И все В принципе Было нормально В общем Ладно Всем спасибо За просмотр Данного видеоролика Всем пока